МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Неделя города». Марина Романюк в эфире. Смотрите выпуски. Откровенный разговор. Губернатор региона Павел Малков провел прямую линию. Очередная доставка. Вот доброволец привез в помощь нашим бойцам. Прямая линия с губернатором Рязанской области продлилась больше часа. Суммарно Павел Малков ответил более чем на 30 вопросов, которые касались как Рязани, так и муниципальных образований. Губернатор прокомментировал работу и дальнейшие планы по развитию социальной инфраструктуры, общественного транспорта, ремонту автодорог, благоустройству и озеленению территорий. Автопарк обновляют. Закуплено 28 низкопольных автобусов, а средний возраст машин в автопарке теперь 3 года. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямого эфира, где отвечал на вопросы рязанцев, а также сообщил, что запланирована покупка еще пяти троллейбусов. Что касается продления троллейбусной сети до Новоселов-60. Уже сейчас заключили контракт на проектирование, уже проектирование ведется. Но там нам что нужно сделать? Там нужно построить саму сеть троллейбусную в двух направлениях. Там нужно сделать разворотный круг как раз около дома номер 60. Нужно построить две тяговых подстанции, одну под обслуживание этого маршрута и одну еще с учетом дальнейшего перспективного развития троллейбусов ДПР-7, 7А, 8, 9. Вспомнили рязанцы и про трамвайную линию. Губернатор на вопрос о возвращении троллейбуса ответил, что тема эта прорабатывалась, но признана нецелесообразной. Ведь для создания новой инфраструктуры по самым скромным подсчетам потребуется больше 11 миллиардов рублей. Эти средства предпочтительнее потратить на действующий муниципальный транспорт, считает Молков. Следующая тема эфира – благоустройство. Начали с актуального работы в Нижнем городском саду. До окончания работы осталось уже совсем немного. Чуть-чуть потерпеть. И осенью откроем обновленный парк. У нас по контракту срок окончания исполнения работы 30 сентября прописан. Мы хотели чуть пораньше это сделать, но все-таки не успеваем. Очень много работы там. Но и отставаний нет, поэтому к концу сентября все доделаем, парк откроем. Там еще есть отдельный проект только по детской площадке. Там отдельный контракт со сроком до конца года. Ее сдадим отдельно. Но парк в конце сентября будет доделан. И, конечно, это такое очень знаковое место в самом центре города. Я там несколько раз был, вот уже по ходу выполнения работ смотрели. И, на мой взгляд, получается очень здорово. Там будет такая очень современная, комфортная, большая зона отдыха. Разработан актуальный план по озеленению Рязани. В приоритете для высадки на улицы города липа, клен, каштан, кизильник и спирея. Высадят их на 30 участках, среди которых улицы Горького, Свободы, Полонского и так далее. Все работы проведут уже осенью этого года. Параллельно закупают коммунальную технику для уборки улиц в муниципалитетах. За последние два года купили 83 единицы. В этом году муниципалитетам передали деньги на покупку еще 14 машин. Поговорили о работах во второй гимназии. Павел Молков рассказал, что основные строительные и реставрационные работы завершаются. Осталось, дескать, немного. В ноябре гимназия будет полностью готова. А для микрорайона ДПР-7 занимаются вопросом строительства новой школы. Проектно-строительная документация уже подготовлена. В завершении прямой линии Павел Молков ответил, что хоть и не успел ответить на все вопросы лично, ни один из них не останется без ответа. Поздравить Рязань с Днем города приехали гости из Москвы, Бреста, Минска, Новороссийска, Тулы, Владимира, Сахалина. Поздравления принимали на заседании Городской думы. С Днем города Рязань приехали поздравить друзья из городов-партнеров. На торжественном приеме их поприветствовали первый зампред правительства Анна Рослякова и руководители города. Рязань – столица ВДВ. У нас славные воинские традиции. Вообще город Рязань, ну на тот момент старая Рязань, это единственный город в нашей стране, который не сдался, где все погибли, город сожгли, но жители не отдались в полу. И вот этот вот характер, он есть, мне кажется, в генах у всех, кто живет и трудится в нашем городе. Поздравить Рязань с Днем рождения приехали представители из разных городов России и ближнего зарубежья. Среди них Москва, Тула, Сахалин, Брест, Минск. Всего семь субъектов. На мероприятии были и главы муниципалитетов Рязанской области. От имени жителей города-героя Тулы мы поздравляем всех присутствующих. Виталий Евгеньевич, Татьяна Николаевна, всех жителей Рязани с 929-й годовщиной, со дня основания. Как отметила председатель городской думы Татьяна Панфилова, день города проходит в тревожное время. И стоял вопрос, отмечать его или нет. В конце концов, приняли решение провести праздник для жителей, которым он поможет наполниться уверенностью в том, что все будет хорошо. Также она отметила, в последние годы город сильно преобразился, благодаря главе региона. Такого отношения к городу, как к столице региона, никогда не было. У него действительно такое отечественное отношение к городу. И мы это видим, горожане это замечают. Глава администрации города Рязани Виталий Артемов поблагодарил за поддержку соседей Тулу и Москву, а также Херсон, ведь даже в такую трудную минуту они нашли время разделить праздник. Заседание в администрации состоялось не только ради теплых речей в адрес города. У нас есть большая традиция, и она сложилась давно, что мы дружим с военно-морским флотом. Начинается Олега Рязанского, сейчас уже Евпадий-Коловрат, и у нас сегодня будет большая, великая миссия, которая у него будет писать соглашение. 17 июня 2024 года успешно завершились государственные испытания нового дизельного ледокола Евпадий-Коловрат. Его назвали в честь русского былинного героя, подвиги которого олицетворяют силу и дух русского народа. Судно способно осуществлять проводку во льдах, доставлять грузы и брать других на буксир. Сегодня Виталий Артемов и председатель первичной профсоюзной организации 697-го отряда судов обеспечения Галя Ибрагимова подписали соглашение о сотрудничестве. АПЛОДИСМЕНТЫ В завершение торжественного мероприятия в администрации города выступил камерный оркестр Рязанской области под руководством Сергея Проскорина. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, регионов, институтов развития и бизнес-сообществ. Какие вопросы обсудила Комиссия Госсовета, смотрите далее. Губернатор Рязанской области Павел Малков стал председателем Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» в июле этого года. Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Первое заседание Комиссии прошло в конце прошлой недели. Павел Малков подчеркнул, что приоритетное направление работы Комиссии – реализация задач в рамках национальных проектов. «Это МСП, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда, развитие конкуренции. Также в фокусе внимания будет задача увеличения доли креативных индустрий в экономике. Это направление для создания рабочих групп. Конечно, абсолютно все направления важны, но сегодня хотели сделать акцент именно на МСП, на поддержке предпринимательства, потому что рассчитываем на проведение президентом Госсовета по этой теме в какой-то достаточно близкой перспективе». Комиссия Госсовета – важный инструмент для развития экономики регионов и страны в целом. По словам председателя Павла Малкова, важно сохранить преемственность с предыдущими нацпроектами и привнести в них лучшие практики. Особое внимание на заседание уделили теме малого и среднего бизнеса. «У нас в этом году завершается проект по малому и среднему предпринимательству. Результаты очень серьезные. Благодаря нашему проекту удалось добиться существенного сдвига в расширении сектора МСП. Это, в первую очередь, рост количества субъектов МСП и занятых. Причем показатели это превысило уже значение до кризисного уровня. Создание института самозанятых здесь вообще шестикратный рост. В 2020 году было около полутора миллионов человек. Сейчас в 2023 году по итогам уже почти 9 миллионов человек». Павел Малков также подчеркнул, что комиссия по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» будет также развивать производственную и инновационную инфраструктуру регионов и снижать административные барьеры. Напомним, в конце июля 2024 года президент России Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Среди них технологическое лидерство, семья, туризм, международная кооперация и экспорт и другие. Их председателями стали главы регионов России. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Цитата. «Министерству культуры необходимо подготовить предложение по расширению экспозиции музея ученого в селе Гремячка, который будет капитально отремонтирован, а также по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, Минкультурой области в тесном взаимодействии с коллегами из соседнего региона предстоит проработать вопросы создания межрегионального маршрута, который соединит музей в Рязанской области с музеем-усадьбой в Липецкой области и достопримечательные места». Конец цитаты. Эти поручения главы региона Павла Малкова на правительстве касаются подготовки к 200-летию со дня рождения Семенова Тяншанского. Губернатор добавил, что музей должен быть по-настоящему интересным. О других темах заседания далее в сюжете. Новый спорткомплекс в Рыбном начнет свою работу в мае следующего года. Об этом на правительстве отчитался региональный Минспорта. Средства на объект выделены и сейчас определяются с подрядчиком. Глава региона поручил параллельно прорабатывать вопрос кадров. Следующая тема – капремонт Острауховского сельского дома культуры в Захаровском районе. На эти цели муниципалитет выделил субсидию из регионального бюджета почти 15 миллионов рублей. Подрядчикам работы выполняется в соответствии с графиком и будет завершен восстановленный срок. По плану это 31 августа текущего года. Ход выполнения работ контролируется органами местного управления, депутатами и общественности. В течение сентября будут проведены работы по оснащению дома культуры оборудованием и мебелью. Спасибо большое. Сделайте тоже там какое-нибудь яркое интересное открытие и посмотрите, что там внутри по наполнению коллективу, в чем может быть надо дополнительную поддержку оказать. То же касается и остальных поручений. Так, в рамках благоустройства ЦПКИО будет сохранен действующий маршрут «Парковый забег», который каждую субботу организуют активисты. Маршрут пройдет по обновленной дорожно-тропиночной сети, а в крытых павильонах обещают установить раздевалки и камеры хранения. Закончилось заседание правительства традиционным списком обращений из соцсетей. В этот раз лидирует тема медицины. Рязанцев интересует вопрос о 12-й поликлинике. Идет объединение поликлиник в одно юрлицо, объясню для чего, это для экономической стабильности 12-й поликлиники. Проблема 12-й поликлиники обсуждается уже в соцсетях, в общем-то, не первое время. Любая попытка изменить пропускную способность, разделить потоки капитальным ремонтом, ограничивается просто тем, что это первый этаж приспособленного здания с узкими коридорами и ограниченными площадями. В настоящее время это мера для укрепления экономики и стабильности для того, чтобы не допустить просроченную кредиторскую задолженность в медицинское учреждение для конца года. Но параллельно мы работаем над тем, чтобы войти в стройку новой поликлиники номер 12. В настоящее время уже есть понимание по участку. Мы завершили предпроектные работы и интегрируем строительство новой поликлиники в новый цикл модернизации первичных звенов здравоохранения. Павел Малков напомнил, что 29 августа состоится его прямой эфир в соцсетях. Губернатор добавил, что поступающие вопросы жителей региона надо отрабатывать уже сейчас. К тому же, говорит он, регулярные прямые эфиры это дополнительный стимул активизироваться. И еще одна возможность посмотреть, где и какие проблемы есть и оперативно на них реагировать. Усадьба дворянского рода Желтухиных находится в Захаровском районе. Она имеет статус объекта культурного наследия. Сейчас дом и участок ищут нового владельца, который сможет воссоздать ее первоначальный облик. По поручению президента России к 2030 году необходимо восстановить около тысячи памятников. От Рязани подали заявки на реконструкцию 80-ти. Пока отобрали лишь три объекта, судьба которых изменится. Один из них – усадьба Желтухиных в Захаровском районе. Об остальных рассказал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. Один из них, где мы с вами находимся, второй объект – это усадьба Корзинкиных-Никитиных в Рыбновском районе и дом Барковых в Касимове. И также еще 24 готовых у нас инвестиционных паспорта во второй этап. Поэтому мы надеемся, что они тоже туда войдут. И, соответственно, уже порядка почти 30 объектов будет восстановлено до 2030 года. Владельцами этой усадьбы, которую сейчас осматривают СМИ, потенциальные подрядчики и представители власти, когда-то были представители дворянского рода адмирала Желтухина. История этой семьи тесно связана с Рязанской областью. По словам историка Михаила Коробко, имя владельца упоминалось в записках рязанского помещика графа Михаила Бутурлина. Имение пока мало изучено, но очевидно, это уникальный памятник. Это такая классическая русская усадьба, воспетая литераторами от Пушкина до Бунина. Все, что они писали про русскую усадьбу, это имелся в виду дом с колоннами, с колонным портиком, с двумя флигелями, которые образуют парадный двор. Это очень интересный для региона памятник архитектуры. Таких, в общем, тут не так много сохранилось. То есть это, в общем, русская усадьба в ее таком классическом виде. Да, это памятник стиля классицизм, достаточно любопытный и интересный. Сейчас усадьбу готовят к консервации. Но все же за строительными лесами можно увидеть часть здания с четырьмя колоннами из красного кирпича. Если поднять глаза, можно увидеть капители из белого камня, а на фасаде высокие окна с полочками, сандриками и лепниной. С другой стороны усадьбы есть выход к пруду. Там шесть колонн, плюс пилястры по краям. На другом берегу пруда находится Воскресенская церковь, которая раньше тоже была деревянной, но потом стала каменной. Сам пруд интересен. Его специально выравнивали. Линия пруда, которая со стороны дома, она идет параллельно. В самом пруду были насыпаны специально два маленьких островка, и на них стояли беседки, куда можно было припрыгнуть на лодке и уединиться. Историк Михаил Коробко отметил, современные люди живут в мире уходящей натуры, и тем более важно сохранить как можно больше. Еще остались уникальные образцы архитектурного творчества, которые демонстрируют примеры различных стилей в архитектуре русской усадьбы. И у наших потомков еще есть шанс увидеть это наследие во всей красе. И вот эта красота, может быть, она сейчас выглядит не самым лучшим образом, но после реставрации она вернется нам в своей подлинности, как ее видели наши прадеды, прабабки и так далее. То есть мы ощущаем себя частью истории. И, собственно, для того, чтобы это было, мы и должны главным образом сохранять прошлое. Дальнейшая судьба усадьбы Желтухиных пока неизвестна. Возможно, здесь появится база отдыха или гостиница. Главное условие для будущего подрядчика – воссоздать исторический облик. Возможно, через несколько лет это место станет центром притяжения туристов не только Рязани, но и всей страны. Анастасия Альдмитриевимов, телекомпания «Город». Рязанский фонд «Доброволец» в очередной раз отправил гуманитарную помощь. В этот раз жителям Курска и нашим бойцам. Практически на всех направлениях. Приехали в ПОР, ведем разгрузку. Это первый визит Рязанской благотворительной организации в пункт временного размещения в Курске. Привезли постельное белье, средства личной гигиены. В общем, все самое необходимое. Визит, говорят, первый, но точно не последний. Также заедем в боевые подразделения. И в наше Рязанское, к нашим Рязанским спецназам. Там получили от них заявочку. Сейчас, в принципе, можно было показать. Заказали срочно тепловизионные экраны, которые и в ночное, и в дневное время спасают от коптеров противника. В этом плане, что закрывает человека. То есть тепловизор, его не видно. Основная проблема, конечно, от вражеских птичек. Также везем средства РЭП на Курское направление. Это РЭП-глушилка. Устройство радиоэлектронной борьбы. Здесь 16 каналов. Без подзарядки он работает полчаса. И на все это время он создает вокруг себя 200-метровый купол, в котором вся техника перестает принимать и передавать сигнал. В общем, идеальное средство от вражеских птичек. А потому частенько попадает в заявки от бойцов. В этом месяце третий поедет. Вещь, конечно, дорогостоящая. Это вот то, что сейчас просит вся линия фронта. И на Курском, и на Брянском направлении, и на Херсонском, за прошлом, вообще все. Все, где идут быть столкновения, везде острая нехватка. В Курск фонд «Доброволец» приехал в минувшую субботу. В преддверии отправки Илья Корякин говорил, что ни одна поездка не обходилась без приключений. Дескать, дорога есть дорога. Из самого простого как-то перед их машиной фура съехала в кювет, чудом не зацепив. Из самого, в кавычках, «веселого» практически перед ними взорвали мост. До Курска добрались. Следующая остановка – ДНР и ЛНР. Важной передаче для бойцов, среди прочего, маскировочные сети. Когда наша съемочная группа обратила внимание, что их несколько мешков, Илья Корякин ответил, что это очень мало. Сети нужны всегда. Вот так вот мы ее немножечко подрезаем и немножечко в разные стороны, чтобы имитировать природу. Почему нужны ручные сети? Почему нельзя покупать то, что продается там вот в Китае? Можно было бы проще. Проще то, что вот купил и отправил. Ребята просят ручные сети, потому что они невидимы дрону. Потому что материал используем, спамбонд, который дроны его не видят. И закрывают и оружие, и все, 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 все. Маскировочные сети плетут прямо здесь, в фонде «Доброволец». Приходят представители сразу нескольких близлежащих ТОСов. Сюда же передают сети и другие неравнодушные граждане. Был случай, когда зимой отправили все сети. Была большая гуманитарная миссия в феврале – «Белые сети». В городе все сети закончились. Срочно нашим разведчикам понадобились сети, закрыть оружие. Нигде найти не могли. Позвонили в Преображенский храм. Девочки сказали, что хорошо, мы сплетем эти сети. 4 часа женщины сидели безвылазно, сплели две сети. Илье Корякину передали. Он отвез. Ребята дали ответку. Спасибо, вы спасли нам жизни. Это вот, понимаете, это вот очень дорогого стоит. Здесь же в гуманитарной помощи много медикаментов. Например, такие важные ампулы с обезболивающим, которые должны быть в аптечке каждого бойца. Это маленькая, но дорогостоящая коробка. Не только в ценовом эквиваленте. Турникеты, бинты, глушилки, постельные, а также письма и иконки. Последние, кстати, кладут в каждую коробку. Все это собрано рязанцами. Одни приносили лично, а другие помогали деньгами. В фонде «Доброволец» говорят, что важен вклад каждого. К тому же заявок от бойцов хватает. Уже формируется новая отправка. Касимовский спортсмен Захар Петров занял четвертое место на Олимпиаде в Париже. И уже спустя две недели он привез с чемпионата мира в Самарканзе сразу две золотых медали. Эксклюзивное интервью с тренером Захара в нашем эфире. Чемпионат мира в Самарканзе не оставил без внимания практически ни одного рязанца. Все болели за своего земляка, уроженца Касимовского района Захара Петрова. Там он представлял Россию в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказывает его тренер Владимир Клинов, после поражения на Олимпиаде спортсмену было важно доказать миру, что ему равных нет. Захар едет на чемпионат мира. Он выступает. Первый день выигрывает. Хорошо все видели. Двойку каноэ на тысячу метров с Иваном Дмитриевым. Этот спортсмен, он тоже был неоднократно победителем чемпиона мира по молодежке. Отличался. Казалось бы, все идет гладко, но в заплыве на 500 метров прямо перед финишем Захар выпадает из лодки. При этом заканчивает старт первым. И здесь завязывается интрига. Можно сказать, на глазах у всего мира разворачивается драма. Сначала главный судья видит, лодка финишировала пустой. И принимает решение не засчитывать финиш. Но представители России решили не спускать такое с рук и подали протест. Жюри. По праву Сарамановича жюри. Высший главный судья. Он, значит, собирает консилиум. И главный судья ходит. И там нейтральные представители разных стран. Ну, конечно, наших нет. К сожалению, россиян. Дальше решение принимает. Да, смотрит так с этой стороны, с той стороны. Когда они смотрели, с одной стороны видео было. И там непонятно было. Когда с двух посмотрели, он пересек с лодкой. Все. Жюри решение принимает. Медаль вернут. Медаль. Опять вернули. Но и после этого поздравлять Захара с победой оказалось рано. После решения жюри недовольными остались страны-соперники. И судейство снова принимает решение забрать у российского спортсмена медаль. Тем временем впереди следующий заплыв. Нововведение. Каноэ четверка. Да, харзлой. Все у него такое. Все. И четверку садятся и достойно выиграют. И становится второй раз официально чемпион мира. Двумя личными золотыми медалями награды Захара Петрова на чемпионате мира не ограничились. В командном турнире сборная нашей страны завоевала второе место. Спортсмены завоевали пять медалей, часть из которых его. Анастасия Ант, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин